В эфире программа «Городские встречи» в студии Дины Исляева. Сегодня у нас в гостях следователь Следственного отдела ОМВД России по Октябрьскому району Рязани Анастасия Журавлёва. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня поговорим о мобильном мошенничестве. Есть ли статистика, сколько таких преступлений совершается? Да, на данный момент с января 2019 года по Октябрьскому району города Рязани зарегистрировано порядка 80 преступлений, связанных с мобильным мошенничеством. То есть это довольно много? Довольно много, потому что главная опасность состоит в том, что вообще эта схема обмана очень выглядит достоверно, и это позволяет мошенникам с лёгкостью вводить людей в заблуждение и обогащаться за их счёт. Какие схемы, как правило, используют мобильные мошенники? Самыми распространёнными схемами мобильного мошенничества являются звонок от неустановленных лиц на телефон, смс-сообщения, интернет-сайты и социальные сети, ну и, конечно же, это вирусные программы. Давайте теперь поговорим о каждой из этих схем по отдельности. Если звонят и говорят, что родственник попал в беду, и нужно срочно перевести деньги, вот как себя вести? Да, это довольно распространённая ситуация. На сотовый телефон звонят неустановленные лица, представляются сотрудниками органов внутренних дел, прокуратуры, сообщают о том, что близкий вам человек попал в ДТП, например, с тяжёлыми последствиями или вообще с летальным исходом. Потом они просят вознаграждения в целях помощи, чтобы избежать следствия и судебного процесса. В этом случае главное не паниковать, ни в коем случае не нужно поддаваться панике. Нужно немедленно прекратить телефонный разговор и перезвонить своим близким, друзьям для уточнения данной информации. То есть понять, что вообще с человеком? Конечно, конечно, безусловно. Если звонят из банка, услугами которыми пользуется человек и просят передать данные карты, какие-то секретные коды, что делать? Да, это вторая распространённая ситуация. Звонят неустановленные лица, представляются сотрудниками банка. В основном представляются сотрудниками банка Сбербанка, ВТБ банка и Альфа банка. Они сообщают гражданину о том, что с его банковской карты происходит несанкционирование списания денежных средств. После этого они просят сообщить все реквизиты банковской карты после звукового сигнала. Тем самым гражданин сообщает пароль, который находится на оборотной стороне банковской карты. Сам номер карты. В то время как с его банковского счёта происходит хищение денежных средств. То есть никакие данные лучше? Конечно. В этом случае тоже лучше не паниковать. Прекратить телефонный разговор. И лучше всего обратиться на горячую линию банка по номеру, который расположен на оборотной стороне банковской карты. Или же, если есть такая возможность, дойти до ближайшего отделения банка. И сообщить, что с этого номера звонят. Да, конечно. А бывают случаи, когда предлагают на сайтах объявление забронировать товар, при этом заплатив солидную сумму. Соглащаться или нет? То есть всё-таки соблазн довольно большой. Да, довольно большой. Но так как эта ситуация вообще связана с социальными сетями, с интернет-сайтами, в том числе и такие торговые сайты, как Авито, Юла. Граждане здесь осуществляют заказы интересующих их товаров. И не уточнив подробной информации вообще о продавце товара, они переводят денежные средства полностью, частично. И в итоге не получают ни товар, ни возврат денежных средств. То есть это довольно-таки распространённая ситуация. И ни в коем случае никогда не нужно переводить денежные средства в качестве предоплаты товара. То есть всё-таки товар сначала уже? Конечно. Осмотр товара, безусловно. До сих пор используются вредоносные программы. Как происходит рассылка? На какую ловку может попасть владелец смартфона? В основном вредоносные программы и их рассылка осуществляются через социальные сети ВКонтакте, одноклассники и непосредственно в СМС-сообщениях. Что касается СМС-сообщения, то там указана ссылка. Человек, не зная информации о данной ссылке, переходит по неё в качестве интереса. В то время как вирус открывает доступ мошенникам ко всем личным данным человека. Также и одноклассники, и социальная сеть ВКонтакте. Многие знают, как себя обезопасить от вирусов. Но всё-таки давайте напомним. Что касается безопасности вообще смартфонов и иных мобильных устройств, то каждый должен знать, что нужно использовать надёжные источники, во-первых, для скачивания любых приложений и программ. При установке приложений обязательно нужно прочитывать, что доступно данной программой, что разрешает данная программа. Также читать комментарии при установке данной программы. Обязательным условием является установление антивирусного программного обеспечения. И самое главное, это, конечно же, ещё раз повторюсь, не переходить по ссылкам, которые поступили от неустановленных лиц. Как правило, кто попадается на уловки таких мошенников? В основном на уловки мобильных мошенников попадаются люди пожилого возраста, потому что в силу своей доверчивости и отзывчивости к людям, они, конечно, теряют бдительность. Ну, сложность расследования вот таких дел в чём? Сложность расследования таких дел в том, что обычно денежные средства уходят либо за границу, либо второй получатель. То есть мошенник неизвестен. То есть довольно сложно, наверное. Довольно сложно. Да, гиперпреступность, она вообще довольно сложная. И сейчас она как бы регулируется и вводит новые новшества для расследования уголовных дел. Поэтому мы стараемся. Как не стать жертвой мобильных мошенников? Давайте ещё раз напомним нашим жителям. Ну, следует помнить, что мошенники чаще всего во время разговора они используют эффект внезапности. То есть они чаще всего употребляют слова такие, как «скорее», «быстрее», «потом объясню», для как бы усыпления бдительности граждан. Самое главное в этих случаях не поддаваться панике, успокоиться. И при любых обстоятельствах, если уж вы в ходе телефонного разговора ведёте беседу, нужно сообщать звонящему о том, что вам необходимо время для того, чтобы подумать. Если вам невозможно справиться со своим эмоциональным состоянием, лучше прекратить телефонный разговор и перезвонить своим близким. И объяснить подробно ситуацию. Никогда не нужно никому сообщать своих личных данных, в том числе и паспортные. Но если уж так получилось, что всё-таки человек ведёт беседу с мошенником, то нужно задавать ему как можно больше вопросов о его личности. Нужно узнавать его фамилии, имя, отчество, отделение, в котором он работает, в должности, в которой он находится, и их официальный сайт. Никогда не переходить по ссылкам, указанным вам в СМС-сообщениях, в сообщениях ВКонтакте, Одноклассники. Никогда не размещать в открытом доступе личную информацию, которая может быть использована против вас. Не передавать никогда свой мобильный телефон подозрительным гражданам для осуществления якобы срочного звонка, в том числе и в местах при незначительном скоплении людей. Ну и самое главное, наверное, это никогда не переводить денежных средств в качестве предоплаты за товар. Ну и главное, объяснить это, наверное, всё-таки своим пожилым родственникам, чтобы они не пострадали. Я желаю всем быть бдительными, внимательными, и не с такой, конечно, доверчивостью относиться к людям, потому что в данный момент преступность возрастает, а бороться с ней крайне, конечно, тяжело. Но мы будем стараться. Я напомню, что в гостях программы «Городские встречи» была следственная отдела ОМВД России по Октябрьскому району Рязани Анастасии Журавлёвой. Спасибо, что пришли. Спасибо. Наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи на телеканале «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин